Дорогой Тебе, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего, Решёв Мессии. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты открыл нас к раду, к пониманию Твоего Слова, Отец. Мы просим Тебя, как те, у которых не хватает мудрости, Боже, и Тебе обещал это просто и без укрёта. Спасибо Тебе за это время и это место, которое Ты открыл Бог. Научай нас, Боже, из Слова Твоего, Божия, чтобы мы познавали Тебя, передвижались к Тебе и становились подобными к Тебе. Боже, спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, которое есть в святении для нашей ноги. Спасибо Тебе за это место и время. Большой Нейшор Машхэн. Амейко. Итак, мы будем рассматривать днюс послания Галатова. И эти дни мы посвятим с Божьей помощью тому, чтобы изучать послания Галатова. Мы будем дальше смотреть, когда было написано это послание, мы будем смотреть проблематику, какие точки зрения мы есть на то, когда Павел писал это послание. Исследователи, в общем-то, расходятся в точной датировке этого послания. Было ли это послание написано до решения Первого Иерусалимского собора, и после него, в общем-то, мы посмотрим проблематику послания, когда мы будем уже отвечать на этот вопрос. Итак, Павел, апостол, избранный не человеком, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его измерт. Казалось бы, такая простая фраза открывает нам это послание. Вы помните избрание 12-го козла? Помните? Какие? А? Четыре. Да, но какие критерии были выгнаны? От начала должен был быть. Да, первое. Олова, гряне. Отроглядывается, вы тратите. Что? Отроглядывается, не тратите. Отроглядывается, не тратите. Да, первое. 21 стих, 1 глава. Итак, надо, чтобы один из тех, которые находились с нами, во все время, когда пребывали и обращались с нами в Господь, Иисус, начиная от крещения Иоанна, до того дня, в который Он вознесся от нас, был внест с нами свидетелем воскресения Его. Итак, требования, которые были, явлены кандидатам, которые должны были изменять место в Иуды и Скорелку. Еще раз. Нужно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна, до того дня, в котором Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И бросали жреби, и бросали жреби, да? Хорошо, общее дело, или нет? Да. Хорошо, что жреби? В общем-то, не всегда, не всегда стоит бросать жреби. И мы как раз после праздника кури, да, и был тот, кто бросал жреби. Кто-то был у нас? Аман. Аман. И очевидно, когда Аман бросал жреби, он бросал его как часто? Как часто? Три раза. Наверное, один раз. Давайте мы договоримся с вами так. Так, если я задаю вопрос и спрашиваю вас, как вы думаете, то вы можете отвечать, как вы думаете. И если я этого не спрашиваю, то вы отвечаете, как вы знаете, но не занимаетесь построением догадок и предположением. Говорились? По этому, может быть, такие мы слова исключаем. Да? И спирт третья глава. И спирт третья глава. Седьмого стихона. Первый месяц, который есть месяц Ниссану, в двенадцатый год царя, карток сердца. И бросали пулцу из жреби. Перед лицом Амана изо дня в день. И из месяца? В месяц. Как час они бросали? В час. Каждый день. И причем из месяца в месяц. И пул жребий на двенадцатый месяц, то есть месяц назад. Это был жребий не такой, как бросают иногда, делать тому что-то или не делать. Человек уже решил, что ему делать, и он искал водительство, когда ему это делать. Еще раз. Он не решал делать ему или не делать, он искал водительство, когда ему это делать. Причем, судя по всему, сверхъестественного водительства, добавьте еще в то, что он не искал и был в город. В городе обращался. Ура. Ура. Потому что Бог с такой просьбой уничтожить, Бога, не бурный народ, очевидно, он не обращался. Итак, бывают разные жреби. Бывают разные жреби. И здесь апостолы решают бросить жребий для выбора того, кто должен занять место, от которого отпал Иудар. В книге же Псалмова написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем. И достоинство для принят другую. Они знали о том, что было пророчество, о том, что место Иуды должен занять кто-то другой. И они говорят, послушайте, его достоинство должен принять кто-то другой. Нужно решить, кто же принять это достоинство. Понимание апостола, как служение, на сегодняшний день, очевидно, несколько отличается от понимания служения апостола, в том, кто грехов. Апостол это у нас кто? Кто такой пустол? Послание. Послание. Какие еще ряды есть? Наслажающий церкви. Тот, кто был рядом с Иисусом. Пастырь постырей. Пастырь постырей. Но, очевидно, это слово было достаточно простым. Послание. Тот, кого послали. Тот, кого послали. Кто посылал? Господь посылал. Но здесь они решают, кто должен занять место посланника. Они выгодят определенные критерии и к человеку говорят, послушайте, мы разберемся и мы решим, кто должен заменить посланника. Им нужно было обратиться к Богу. Они видели, что есть определенное требование к кандидату, но решить они путем общего голосования не могли это. Им нужно было бросить жребий, чтобы Бог указал, кого он изберет. Они не приходили и на общем голосовании не говорили, послушайте, вот этот нам нравится, давайте поставим его. А другие разделились и говорят, нет, нам он не нравится, у нас есть свой кандидат. Зачастую люди думали, что неплохая модель управления общиной или церковью это демократическое управление. На самом деле, мы должны знать, что он поставил служителей. Он, это Господь, он поставляет служителей и он поставил посланников своих. Это его посланники. и поэтому они обращались к Богу и говорили. Поварились и сказали, ты, Господь, среди верных всех, покажи из сил твоих на того, которого ты избрал. Они обращались к Богу с просьбой, чтобы он указал на того, кого он избрал, чтобы это был его посланник. Не посланник, которого они избрали, а это тот посланник, которого избрал Господь. Итак, мы видим, что они понимали, что есть определенные требования к достоинству, в котором наделался посланник. Он должен был от начала, он должен был все видеть, пребывать с ними, до дня, когда Мишон был восхищен. Да? Начиная от крещения Иоанна до того дня, в котором он вызвался от нас, был вместе с нами свидетелем восхищения его. Потому что они были посланниками и свидетелями того, что произошло. Они свидетельствовали о тех событиях, которые они видели, очевидцами, которых они выгодили. Они говорили, важно, чтобы апостол, он лично все это видел. Он лично был участником всех этих событий. Тогда ему свидетельство будет весомым. Тогда, когда он будет приходить, он будет говорить, послушайте, я сам лично что делал? видел. А если он придет и скажет, я сам лично, конечно, не видел, но вот те, которые видели, они мне как вообще, такому выделяй. Ну, кому вы будете больше доверять? Если я приеду и скажу, слушайте, я знаю того человека, который был очевидцем те события, вот он мне рассказал, а я рассказываю вам. А вы уже дальше будете рассказывать свидетельство, Иоанн первого послания апостола Иоанна первой главе. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, что срезали руки наши основе жизни. Что он говорит? Что мы видели? что мы слышали, что рассматривали, что осезали наши руки. Казалось бы, такие непонятные слова. Почему опять подробно говорили? Что было от начала? Что мы слышали? Что мы видели? Что рассматривали? Разница какая между видеть и рассматривать? рассматривали. Уникали. Да. Одно дело, когда я посмотрел, а другое дело, когда я рассматриваю. То есть я уже смотрю, присматриваю всевозможные детали, и он говорит, мы не только видели, но мы еще имели возможность рассматривать. Что сезали руки наши. Это казалось бы такие простые слова, но эти слова, они в свою очередь позволили потом противостоять некоторым ересам, которые пытались войти в церковь. Потому что были люди, которые говорили, что Бог ничего общего не может иметь с плоти. Бог есть дух. Если это Бог, значит он дух. Значит он плоти не имел. Или если он имел плоти, то он не Бог. Понятно, да? Апостол Иоаннов говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели и что прогали. о своей жизни. Понятно, да? То есть они были очевидцами тех событий. И они были посланниками. И что? Которые шли, свидетельствовали о том, что они видели, рассматривали и что делают? Что делают? Трогали сюда, не знаю, не сюда. Понятно, да? И здесь в послании Галатам апостол говорит странные вещи. он говорит о том, что извините, я не соответствую ни одному из требований. Апостол Павел Рэб Шеул он не соответствовал ни одному из предъявленных требований. Он был с ними от начала? Нет. Он видел? Нет. Он с ними ходил? Не ходил. Он был свидетелем воскресения? Нет. Он был свидетелем вознесения? Он во всем этом деле принимал активное участие, гоня церковь, преследуя мессианскую общину. Вот его участие. Это участие человека, который не верил в слова свидетельства учеников. Он не верил. Это был такой человек, который гнал церковь. Соответствовал ли он требованиям апостолов? Нет. И Павел говорит, Павел апостол. Здравствуйте, он представляет. Павел апостол избран не человеками и не через человека. Он говорит, моё избрание, оно было таким? Сверхъестественным. Оно было не только Божьим, оно было ещё и сверхъестественным. То есть изначально он заявляет о своём сверхъестественном, призвании. Павел апостол избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мёртвых и всем находящимся со Мною в Раде церкви Аллодизм. Благодать вам и мир от Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего волкавого века по воле Бога Отца нашего. Его слава веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовы, как скоро приходите к новому благорестованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас, неслающие превратить благорестование в Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анаферно. Как прежде мы сказали так, и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анаферно. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога, людям не угождать стараясь, если бы я и поныне угождал людям, не был бы и врагом Христом, возвещая ему братья, что Евангелие, которое я благоволюю сыну, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса выслышали мою в брежном образе жизни в его действии, что я жестоко гнал церковь Божия, послышал ее, присправил в уделстве более внуки сверстников вроде моего, будучи неумерен временителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избавший меня от этого матери моей и призвавший благодатью своей благоволел открыть во мне сына своего, чтобы я благоволен своего язычника, я не стал тогда же советоваться с плотием крови и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять козыртисам Дамас. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим вместе с Петром и пробовал у него в дни 15 другого жизни апостола я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу он перед Богом не был. После всего я дошел и встал насилитель, и церковь в сторону Гаудея лично я не был известен и только слышал я не что в нам жить некогда благоволен в веру, который прежде истреблял и происспорная за меня Бога. Он рассказывает свое свидетельство и он несколько раз делает акцент на том, что Евангелие, которое он благорестован и есть человечество. И он говорит на том, что я научился это мне через людей. Удивительные вещи говорит апостол Шауль, что то учение, которое он передает, оно не есть человеческое. Оно получено не через людей. Он не был призван через человека и учение он получил тоже не от людей. Не верил? Были определенные проблемы потому что были люди которые говорили о том, что апостол Павел вовсе не апостол. Понятно, да? Почему? Потому что он не соответствует элементарным требованиям, которые предъявлены были в свое время, к тому, кто может занять апостольскую позицию. Значит, он не может называться апостолом. Но Рэбе Шауль, он говорит, я буду называться так, потому что я был призван. Я был призван к этому посланничеству. И то посланничество, которое я принял, я получил непосредственно через личное откровение. Многим из нас я не встречал людей, которых Евангелие было проповедовано таким естественным образом, как Рэбе Шоу. Ко многим из нас пришел кто-то и начал нам рассказывать глухую ветер. Это нормально? И мы приняли эту глухую весть. Но уже за это ваша воля все было не так. И он говорит иногда удивительные вещи. Первое послание Корректируем 11 2 23 стих Ибо я от самого Господа принял тот, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой при этом был взял Хрэм и возблагодарил и сказал, примите идите сие сделано ее, за вас слави мирно сие творите в мое воспоминание. А он там был в мире. Его там точно не было. Но он говорит, что я об этом знаю. И он говорит о том, что я знаю это не потому, что мне кто-то рассказал из людей. Я имею личное откровение, которое мне сообщил кто? Господь. Но это я от самого Господа принял. Понятно, да? Во многих местах в своих посланиях Рабашилуль говорит о личном откровении непосредственном полученном от Ишот. И он говорит о ключевых таких вещах. Здесь говорится о величайшем тайнестве нового завета. Также величайшему после вечерни сказал, сие чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воскровение. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, и пьете чашу всю смерть Господню возвращаете, доколе он придет. посему кто будет есть хлеб и пить чашу Господню не доставит, виной он будет против тела и крови Господня. Здесь он говорит вообще о чаше нового завета. Удивительная часть, посмотрите. «Ибо я от самого Господа принял то, что он вам передал, что Господь Иисус в ночь который был взял хлеб и возблагодарю и сказал «примите и идите сие сделанные за вас сломимы». Здесь говорится от части, которая называется Новый Завет. Люди, в каком месте? Я еще раз прочитаю. «И возблагодарил, преломил и сказал «примите и идите сие сделанные за вас сломимы, сие творите в мое воспоминание». Тут что-то было сказано про чашу? Что-то было сказано про чашу? Ну как «ословно счастье». Это значит, Саша. Саша, я прошу прощения. Вы внимательно слушайте, что я читаю. «И давайте подождем, когда вы ответите». «Ну стараюсь». «Хорошо». Скажите мне, пожалуйста, о чаше здесь что-то говорится? «Не». «Не». «А немузовете здесь что-то говорится? «Не». «Не». Я же простые вопросы говорю, правда? Просто внимательно слушайте я не могу выглядел отвечать. Но дальше, когда говорится о чаше, говорится о чем? О новом зрителе. А почему? Потому что цвет связан с кровью. Да. Всегда? Да. Откройте мне, пожалуйста, девятую игру. Где? Где? И прочитайте, пожалуйста. Все много? Читайте, до того, когда будет запрещен завет. Читайте. 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 И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, Хватитесь и разглажайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшится и да трепещут вас все звери земные и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все живущие, все живущие, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травяную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. И взыщу, я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плотитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякую душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. Спасибо. 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 Я вас не предупреждал. Наверное, очевидно, предупрежу. Я не отвечаю перед вами за все, что я здесь наговорил. И я отвечаю перед вами за все, что вы здесь услышите. Вы отвечаете перед ним, и ваша задача проверить, насколько то, что здесь говорится, соответствует писанию. Итак, смысл завета не всегда сводился к пролитию Крым. Не всегда. Иногда это было так, а иногда это было иначе. И когда мы говорим сейчас о первом послании Крым, я уже спрашиваю, что нового. Нормально. Нормально. На него же надо найти ответ. Нет? Итак. Часть эта была новая? Да. Пролития Крым? Нет. Пролития Крым? Пролития Крым и чаша. Чаша. А что было в этом новом? Вспоминать это не было. Когда так понимать. Вы должны понимать некий смысл. того, что было до этого и что изменилось. Пожалуйста, понимаете? Есть какие-то вещи, к которым мы привыкли. Принесение жертв было чем-то новым. Нет. Кстати, в общем-то. Но принес жертв только в 8-м. Но эти жертвы не принеслись для того, чтобы заключить заявку. Они принеслись как благодарность за избавление, которое пережил Наги. Мы разбирали это. Дальше мы знаем о том, что Авраам строил жертвенники, Стар строил жертвенники, Гаков строил жертвенники. Мы знаем о том, что находились наиболее принесены жертвы. Жертвы были положены. По основанию Китайского завета. Да? В самом деле жертвоприношения было что-то новое? Нет. Что же нового было? Если мы не животные, то мы можем употреблять. Может употребление крови? Да, абсолютно верно. В ее время было запрещено употреблять кровь. И когда Ишов сказал, что вы будете есть мою кровь, есть мое тело и пить мою кровь, вы думаете, что сделали? Отошли. Настолько невероятно было это заявление. Итак, делаем перерыв.